Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня мы с вами будем говорить об нашей новинке, новой линейке пигментов, которые способны светиться в темноте под действием ультрафиолетового излучения. О люминофорной линейке «Неон». Вообще, в принципе, люминофор – это вещество, которое способно преобразовывать любую энергию, которую он поглощает, в видимый свет. Люминофоров великое множество. Например, ультрафиолетовым излучением, как в случае нашей линейки, возбуждаются фотолюминофоры, пучком электронов – катодолюминофоры, электрическим полем – электролюминофоры. С ними мы сталкиваемся чаще всего каждый день на экранах своих смартфонов, телевизоров, планшетов. Альфа-бета излучением радиоактивных волн возбуждаются радиолюминофоры, а рентгеновским или гамма-излучением – рентгенолюминофоры. Именно их наносят на одежду людей, которые работают в опасных с точки зрения радиации зонах. Они видят, что пора уходить, если начинают светиться тем или иным волшебным цветом. Люминесценция также бывает в зависимости от вида поглощаемой энергии разная. Фотолюминесценция, как у наших неонов, – это электромагнитное излучение. Рентгенолюминесценция – тоже электромагнитное излучение, но очень жесткое, рентгеновское. Катодолюминесценция – это кинетическая энергия электродов, когда ту или иную поверхность бомбардируют потоком электродов, и она очень красиво светится. Электролюминесценция – опять же телевизоры, планшеты, смартфоны. Радиолюминесценция – это энергия альфа-бета и гамма-лучей. Радиолюминесценция – энергия химической реакции, очень редкая, как ни странно. Биолюминесценция – это очень популярно. Светящиеся части гнилых пеньков, веток деревьев, светлячки или свечения подводных обитателей, глубоководных рыб – это всё об этом. И самое смешное, что триболюминесценция – механическая энергия трения – это тоже очень популярно в мире животных, точнее насекомых. Многие насекомые именно так светятся трением своих лапок, а спину или наоборот – живот. И таким образом их кожаные покровы, они начинают светиться. Ну, нам с вами интереснее всего эта фотолюминесценция, которая вызывается ультрафиолетовым излучением. Именно оно, именно этот эффект лежит в основе пигментов, которые мы применили для линейки неон. Какие есть виды люминофоров? Прежде всего, это неорганические. Это соли, оксиды, сложные соли. Называют неорганические люминофоры фосфорами с ударением на второе О. Название образовано от латинских корней. Фос – свет, и форы – несу. И именно это видовое название часто ставит вас в тупик. Потому что, как только мы сообщили о том, что у нас есть такая линейка, то сразу у нас было море вопросов. Содержат ли они фосфор? Правильный вопрос. Потому что фосфор, да еще в своей светящейся форме, в форме белого фосфора, никогда никому не нужен ни под чьей кожей. Часть фосфоров действительно является солями ортофосфорной кислоты. Но фосфор в их составе, он абсолютно химически иннертен. Выше своей степени окисления он никогда не принимает участие в свечении. Он химически пассивен. Вообще дело в том, что фосфор – это не люминофор. Это флоресцент. В отличие от люминофоров, некая масса фосфора какое-то время заряжается от, значит, и того или иного источника света. Свет может быть только видимым, а может быть и ультрафиолетовым. И вот зарядившись, эта масса фосфора какое-то время непрерывно светится. И для свечения ему не требуется постоянно поглощать энергию ультрафиолетового излучения. Поэтому не бойтесь, пожалуйста, активного фосфора в фосфорах нет. Органические люминофоры, органолюминофоры, как их иногда называют, их в нашей линейке нет. Все люминофоры у нас неорганические. Подавляющее большинство всех люминофоров бесцветно окрашен только испускаемыми цвет. И те, кто имеет свой собственный оптический свет, они никогда не совпадают по свечению собственным светом. Поэтому как материал для создания пигмента окрашенный органический люминофор – это самое худшее, что только может придумать. Мы это потом с вами увидим, рассматривая графики. Вот фосфоры. Во-первых, я как говорила, это сложные соли ортофосфорной кислоты. Сложные соли – это значит, к молекулам ортофосфорной кислоты не один, а в данном случае присобачено по два иона. Кальция и магний или кальция и цинк. А еще, это достаточно сложная, достаточно разветвленная неорганическая молекула. Она связана координационной связью с ионами олова. Вот это прекрасный объект для формирования люминофора. Кислотные остатки здесь играют совсем небольшую роль. Основная роль в формировании цвета принадлежит все-таки ионам металлов. Сульфицинка – популярнейшая основа теплых. Это красного раджевого свечения люминофоры. Он содержит самое небольшое количество ионов меди и других цветных металлов, которые являются активаторами свечения. Группа халькогенидов – это солесернистый, селернистый и тилуристый кислот металлов второй группы, двухвалентных, то есть кальций, барий, стронций и так далее. И они отвечают за красивое, холодное, зеленое и разного оттенка синие свечения. Еще оксиды разных металлов прекрасно светятся, вольфраматы прекрасно светятся, силикаты редкоземельных металлов. И для активации их свечения практически в состав всех входят ион-активаторы. Очень часто медь, очень часто. Их нужно немного, не больше 2% от массы, но они, в общем-то, именно они инициируют свечение. Только вольфраматы работают сами. Вольфрам – очень хитрый металл и не требуют его соединения ввода активаторов. Когда наша летчик-испытатель Анжелика пробовала на себе, на своей руке линейку наших люминофоров, сейчас вот вы видите момент испытания ею, оранжевого люминофора, то она отозвалась, что оранж почему-то пах тухлячком. То, что почувствовала Анжелика, безусловно, почувствовать и вы. Давайте разберёмся, почему оранж пах тухлячком. Дело в том, что оранж в нашей коллекции, в нашей новой линейке – это сульфид цинка, активированный ионами меди. Сульфид цинка имеет формулу цинк-С. Это соль сероводородной кислоты. Сероводородная кислота – это водно-раствор сероводорода. Это соединение обладает запахом, который вы все прекрасно знаете, который отвечает за аромат тухлых яиц. Дело в том, что когда наши, ну и не только наши, но и белки мяса, яиц, другие органические белки начинают разлагаться в условиях гниения или работы микроорганизмов, дело в том, что сера, на которое имеется в части аминокислот, выходит именно в виде сероводорода. Это запах гниения, это запах нездоровый, это запах действительно тухлячка. И генетически мы и наши предки, в общем-то, те, кто являются всеядными, все прекрасно чувствуют этот запах. Машин, наш нос к нему очень чувствителен, мы чувствуем даже его микроследы. Так вот, если есть даже небольшой контакт сульфида цинка с водой, то неизбежно, незначительные, очень незначительные разложения этих молекул, диссоциация, появляется слабый запах сероводорода от водного раствора. Даже сухие эти все соли, все сульфиды, издают слабый запах тухлых яиц. Поэтому не нужно говорить о том, что там что-то испортилось, не нужно бояться того, что там произошли какое-то заражение микроорганизмами, и сейчас мы носом ощущаем их работу. Нет, это всего-навсего слабый гидролиз сульфида цинка. Я думаю, что вы его тоже почувствуете, и призываю вас не бояться. Какой состав пигментов линейки неон? Давайте пройдемся по каждому ингредиенту. Каждый исходный сухой пигмент, который мы купили в качестве сырья, и на основе которых создали свою линейку, состоит, во-первых, из неорганического бесцветного люминофора. Во всех сухих пигментах, кроме одного, это соло, то есть по одному люминофору, а вот белый люминофор чуть-чуть подкрашен зеленым и синим и образует вот такой вот очень слабый оттенок цвета морской волны, очень слабый. Далее имеется органический колорант пронзительного цвета, неонового, острого цвета с ярко выраженным максимумом поглощения. Он нужен обязательно, потому что без этого колоранта все, значит, будет выглядеть не так эффектно. И люминофору обязательно нужна помощь своего рода. И, наконец, отвержденные смолы, полиамида. Тот и другой пигмент люминофор и колорант были растворены в смоле, а потом эта смола была размолота на частице размером 4-5 микрон. И поэтому, в принципе, я полагаю, что это размер частиц минералов, и вести себя новые пигменты будут так же, как и минералы, и, в общем-то, с той же скоростью выходить из кожи. 30% сухого пигмента составляет смесь органического пигмента и люминофора, 70% полиамидная смола. Далее этот размол, это сухие пигменты, мы соединили с основой. Это очищенная вода с глицерином и дипропиленгликолем. Никаких, в данном случае, вспомогательных веществ мы не применили. Суспензию мы создали исключительно, применяя те или иные технологические операции. Еще в наших пигментах есть бензиловый спирт в качестве консерванта, и больше ничего нет. Вот декоративное качество линейки светящихся пигментов чрезвычайно зависят от работы их создателя, от того, кто производит. Задача производящего такие пигменты – это оптимальный подбор парой люминофор органический пигмент по длинным волн поглощения свечения и по концентрации тоже. Давайте мы с вами посмотрим, почему это важно и как это подбирают. Вот смотрите, сейчас мы в этой системе координат, длина волны по оси Х, и светимость, и оптическая плотность по оси Y посмотрим для начала на спектр поглощения органического колоранта. Вот за что эти колоранты называют острые. У них один-единственный максимум поглощения, и он образует острый угол. И вот видите, четко выраженный, очевидный максимум он и обеспечивает вот этот вот ядовитый кислотный цвет. А теперь давайте посмотрим, как излучает идеально подобранный ему в пару люминофор. Хоп! Да, синий – это уже спектр излучения люминофора. Светимость в люксах. Да. И вы видите, что спектры таковы, что максимумы совпадают или почти совпадают. Так вот, чем ближе, чем точнее совпадут эти два максимума, тем эффектнее будет пигмент. И любое смещение влево или вправо, максимум поглощения цветного колоранта относительно пика люминофора снизит и яркость, и чистоту цвета. Эта потеря цвета причем будет и при свете дня, и при ультрафиолете. Вот. Мы сняли небольшой ролик, давайте мы на него посмотрим. Наносить будут пигменты на кожу руки. Дело в том, что белая бумага, она отражает ультрафиолетовые лучи. И, в общем-то, это не позволяет должным образом оценить цвет наших неонов. Итак, смотрите. Сейчас девушки на руку нанесут вот такой вот мазок нашего зеленого неона. Видите, какой красивый яркий цвет. А теперь мы нанесем аналогичный пигмент от другого производителя. Видите, он заметно более жидкий. В нем не так много пигмента. Но, тем не менее, пока они высохли, они очень похожи. Вы видите, что и при свете дня, и при ультрафиолетовом свете неон значительно выигрывает в яркости цвета и в его чистоте. И, еще раз говорю, это свидетельствует о том, что производитель сухого пигмента очень тщательно подошел к выбору пары люминофор и колорант. В общем, чем ближе друг к другу величина длин волн максимуму излучения люминофора и максимуму поглощения органического пигмента, тем неоновее, пронзительнее и чище цвет свечения штриха, и тем эффектнее будут выглядеть вашей мини-татуировки. Яркость же обеспечивается оптимальным подмором соотношения пигмент-люминофор в миксе. Будет мало люминофора, цвет будет замечательный, но свечение не такое яркое. Будет мало пигмента, будет яркое свечение, но отнюдь не такой цвет, потому что колорант, что называется, поддерживает свечение. Он является основой. И вот, значит, таким образом можно достичь, просто не побоюсь этого слова, яркости свечения, похожий на эффект сварки. Но, к сожалению, у наших люминофоров судьба, как у героя горького данка, гореть и погибнуть. Это неизбежно. Давайте посмотрим, почему. Мы уже говорили с вами о том, что для того, чтобы светить, люминофор должен поглотить энергию. Он поглощает энергию ультрафиолетового кванта света, а излучает квант видимого света. Ультрафиолет, значит, квант ультрафиолета значительно более энергетически заряжен. И вот в этом вся и проблема. Вот, посмотрите. Вот так вот поглощает люминофор. Он поглощает во всей абсолютно области ближнего и дальнего ультрафиолета, но у него есть некий максимум. А вот так вот он излучает. Излучает он уже видимые области спектра главным образом. Разница в электронах вольт между энергией поглощенного кванта и энергией излученного. Вот это вот дельта Е, разница в энергии. Именно она, как говорится, не дает люминофору жить вечно. Она должна быть утилизирована тем или иным образом. Как она утилизируется? Через нагрев молекулы люминофора. Она утилизируется через разрушение химических связей в молекуле люминофора или через окисление ионов-активаторов. Так вот, второй и третий способы приводят к тому, что люминофор больше не излучает. И поэтому, чем меньше на ваш пигмент попадет света, тем больше шанса, что он вам прослужит дольше. Отсюда мы полностью защитили от попадания света саму краску, поместив ее в черный флакон. Отсюда мы предлагаем защищать от света ваши мини-татушки, чтобы они послужили вам в течение года. Еще жалобы были на фиолетовый люминофор. Я говорю про жалобы нашего летчика-испытания Анжелики. Он вообще никакой. Может, он и нужен татуером, но наши клиенты будут негативить, что он не светится. Почему не светится фиолетовый? Давайте разберемся. Только что мы говорили о том, что для того, чтобы излучить видимые области, нужно поглотить ультрафиолетовый квант. Вот здесь у нас с вами мы видим это красный люминофор излучает и фиолетовый люминофор излучает. А вот это спектр излучения фонарика, маленького ультрафиолетового фонарика, который Анжелика использовала для нанесения отзора. Для того, чтобы красный цвет излучил в области спектра, красный, вы знаете, это самый длинный по волне цвет видимого спектра, вот для того, чтобы он излучил видимый красный, он должен хватать кванты где-то начиная от этой длины волны. Видите? Вот он излучает при длинной длине волны, вот он хватает кванты, чья длина волны намного короче. И мы видим, что красному для того, чтобы он был способен излучать, подходит практически весь спектр излучения маленького фонарика. А ультрафиолет имеет значительно более короткую длину волны. И для того, чтобы ему начать светить, ему нужно хватать кванты вот с такой длиной волны. Вы видите, насколько мало энергии фонарика достается этому цвету. Что тут можно сделать? Сдвинуть в область коротких волн максимум излучения фонарика? Ну, ребята, это будет уже жесткий ультрафиолет, дальний ультрафиолет, как в космосе. Но дело в том, что когда мы приходим на дискотеку или в ночной клуб, там работают генераторы ультрафиолетового излучения, значительно более мощные. То есть, у них вот это вот так вот вверх пойдет, значительно выше будет проходить этот максимум светимости. В десятки, а то, может быть, и в сотни. Раз больше будет их светимость в люксах. И нашему фиолетовому энергии хватит, и он загорится ничуть не хуже, чем все остальные. Поэтому не переживайте за этот свет. Если ваш клиент нервничает, можно включить два фонарика или, например, включить фонарик и лампу и показать, что сразу изменяется интенсивность свечения. Как обращаться с мини-тату? Во-первых, еще раз повторю, оберегайте и пигмент, и рисунок от солнечных лучей. Чем меньше их попадет на тату, тем дольше она будет вас радовать этим эффектом. Размер частиц, повторюсь, 4-5 нанометров. Выходить они будут из кожи примерно так же, как минералы. Пигменты, кстати, абсолютно безопасны. Они имеют свидетельство о госрегистрации на территории СНГ и разрешены для использования в любых лакокрасочных материалах и для окраски пластмасс для любых изделий, в том числе игрушек и изделий для детей любого возраста. Ну и кроме того, не смешивайте. Помните, мы говорили с вами о том, как тонко настроен каждый из наших пигментов в плане цвета. Смешав в этой настройке, потеряете и получите самые заурядные цвета вместо нашей яркой праздничной нарядной линейки. Также я не советую вносить много неонового пигмента под кожу. Дело в том, что когда его много, он очень ярко светит и засвечивается контур, они будут смазаны, рисунок ваш виден не будет. Вот лучший вариант – это четкость линии классическими пигментами для тату и оттенить его пигментами из линейки неон. Я надеюсь, наши пигменты понравятся и вам, и вашим клиентам. Желаю вам успеха в работе с мини-тату. И, как говорится, сияйте. До следующих встреч!